Всем привет, ребята! На связи GrimOptimist и мы продолжаем с вами рубрику, посвященную различным видам кидалов в World of Tanks. И сразу хочу сказать, что сегодняшний выпуск, конечно, в стиле Капитана очевидность. Но, тем не менее, очень многие люди мне писали про вот этот сайт. Ну, или подобные сайты. Они практически одинаково все выглядят. У них очень похожий дизайн, у них вот одинаковые картинки, оформление, все одинаковое. Старые закрываются, новые постоянно появляются. Я так подозреваю то, что владелец у всех этих сайтов один, поэтому я не вижу смысла рассказывать про конкретно вот этот. Просто обратите внимание, вот если увидите что-то похожее, сразу вы поймете, о чем идет речь. Я бы, говорю еще раз, не стал затрагивать эту тему, тем более я косвенно в одном из выпусков уже ее затрагивала, если бы мне столько людей не писало про эти сайты. Кроме того, несколько человек мне написали, что они попались конкретно. Я не буду, конечно, оглашать их никнеймы, ну, потому что они, наверное, уже сами поняли, как сильно лоханулись. Но, тем не менее, ребята, я сделал вывод из всего этого, что нужно посвятить данным вот типам сайтов отдельный выпуск. В чем их отличие от большинства других? В том, что они предлагают купить, как я уже говорил, танки, которые вообще не продаются. То есть, это либо техника для супертеста, либо это техника за ЛБЗ. Конечно, любой опытный танкист сразу понимает, что это бред собачий, да, что невозможно купить объект 260 или какой-нибудь Т28HTC или что-нибудь подобное. Но, как несложно сделать вывод из того, что данные сайты все время появляются, да, хоть старые, я так подозреваю, наверное, ВГ там как-то суетиться, закрывать, потому что это совсем кидалово. Если с рулетками они как-то неактивно борются, то с подобными ресурсами, насколько я знаю, они все-таки борются. Видимо, раз создают новые сайты, значит, доход какой-то идет, значит, люди на это покупаются. И, говорю, примечательно тем, что вот продается якобы техника, то есть, говорю, за ЛБЗ выдается там, за супертест, который дается супертестерам конкретно. И выборка, ребята, интересная. Комментариев, да, я тут посмотрел. Людей, которые спрашивают, вот он конкретно, да, вот тут про какую машину-то у нас. Вот, 208, вариант 5, да, машина, которая в данный момент, она есть в игре только у супертестеров. Его конкретно спрашивают, вот, да, владельцы сайта, говорят, в чем, как этот танк может продаваться, если его еще нет на рукластере, а он только на супертесте, и его никому не выдают. В чем здесь муклеж? Ему отвечают, что, здравствуйте, никакого муклежа нет, он есть на рукластере для супертестеров, это правда. Действительно, знаете, любая ложь, она лучше усваивается, если немножко правды добавить. И дальше говорят, мы отправляем его с модераторского аккаунта World of Tanks. Он говорит, что может отправить любой танк из игры, в том числе и технику для супертеста. Это полнейший бред. Подобное пишет он и в машинах, вот, которые, говорю, супертестерские, и с объектом 260, туда же видос Джова вставили. Ну, он здесь ни при чем, любое видео можно вставить куда угодно, без спроса автора. Да, и отвечают они в таком стиле постоянно, то, что вот у нас есть некоторый модераторский аккаунт, это полный маразм, сразу хочу сказать. И еще, я вот сейчас, наверное, не найду, но они пишут то, что мы отправляем в виде подарков. Ребята, вот эти вот танки в виде подарков отправить нельзя. В Wargaming они могут начислить любой танк любому игроку. В частности, вот я вододел, мне иногда дают танки на обзор. Например, Panzer 58 Moods, Sherman Fury, Scorpion мне давали, да. Но, в чем важное отличие? В том, что не в виде подарков они просто появлялись у меня на аккаунте. То есть, там, знаете, такое сообщение, джинь, такой звук, будто золото просыпалось такой этот. И говорили, вам начислен такой-то танк. И, кроме того, это не касается машин за ЛБЗ и так далее. Их не дают никому возможности передавать с аккаунта на аккаунт. Ничего нету, будь он модераторский или даже самого Виктора Кислого аккаунт, понимаете. Это все полный маразм. И мне еще понравилось, тут очень забавный был такой вопрос. Сейчас я найду, если память мне не изменяется, по-моему, здесь. Где-то было, где-то тут было, было, было. Тут очень смешной просто был вопросец такой. Вот видите, да, в этот танк выдают за ЛБЗ. Как вы отправляете его через подарок? С модераторского аккаунта World of Tanks. Ну, бред, понятно, да. Просто, видимо, некоторых людей вот такое вот объяснение вполне может удовлетворять, да. То есть, меня вот это напрягает. Так, где-то тут было. Вот, 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 так, 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 вот. Почему у вас танки дешевле, чем в премиум-магазине? Это, видимо, касается, ну, премиумных танков. Не вот этой всякой херни, а реально премиумных танков. Там, например, типа того же КВ-5, там, или Валерий Зево. 690 рублей у них стоит. Вопрос конкретный задает. Почему у вас танки дешевле? Они говорят, мы стараемся держать минимально возможные цены, чтобы любой танкист имел возможность приобрести премиум-аккаунт. Я, ребят, тут все, слеза потекла, я сейчас расплачусь, серьезно. Ребята-то, оказывается, альтруисты, просто вот, за себе в убыток работают. Главное, чтобы у пацанов танки были в ангаре. Я вообще говорю, я не знаю, кто на это может купиться, ребят. То есть, надо, ну, быть совсем новичком. Вот, возможно, если вам, вы только вчера узнали о том, что есть такая игра World of Tanks, ну, совсем не разбирайтесь, там, что почем здесь. Тогда, конечно, могут, можете купиться. Но, еще раз говорю, сайтов много. Они закрываются, появляются новые. Дизайн один и тот же, потому что, ну, практически там может поменяться расположение. Ну, они похожи, очень узнаваемые. И если что-то подобное увидите, то пишите, говорю, в саппорт World of Tanks, да, то есть, Wargaming, в саппорту, что вот какие-то тут ребята, в общем, что-то мутят и так далее. Ни в коем случае на это не ведитесь. Здесь, да, ну, еще раз, я понимаю, что среди моих зрителей 99% они и так это прекрасно понимают. Но данное видео ведь не только мои зрители посмотрят, а еще и, как показывает практика на подобные ролики, левые люди набредают, и, возможно, кто-то из них получит эту информацию, она ему поможет в дальнейшем, да, сберечь средства. Ну, тут, если прикинуть, то есть, говорю, 1000 рублей Type 59, то есть, какой-то бред вообще собачий. То есть, говорю, ну, даже, на самом деле, сделано настолько грубо это все. Ну, ребята, вот, которые делают эти сайты, если смотрите меня, вы работаете просто вот, ну, не солидно, ну, не серьезно. На тебе здесь работаете. У вас настолько палево здесь все, можно гораздо было тоньше сделать. Вон, берите пример, вон, я показывал, у меня был выпуск, где люди полную копию сайта официального сделали. Вот там люди работают серьезно, даже уважение какое-то есть. То есть, люди реально, как бы, ну, уж мошенничают, да, красиво. А вы как-то просто вообще какие-то херни налепили, рассчитанные на самых последних дебилов. Ну, не дебилов, скажем так, нубасов. Да, которые либо просто тупые, либо мало опыта у них, да, одно из двух. Такие дела, ребята, вот. Все, будьте внимательны, друзья, и ваши деньги останутся при вас. Вы сможете мне их всегда задонатить, конечно же. Шутка. Ладно, всем до скорого, ребята, подписывайтесь, пальчики вверх, всем пока.